Да, драгоценные мои друзья, ну что же, работа с солнцем, дыхание с солнцем. Очень полезная практика, когда это позволяет возможность вам посидеть, посозерцать. Вот сейчас солнце через тучи пробивается, и его свет, ну как бы, видите, фильтруется. И в принципе на солнце можно смотреть почти незащищенным взглядом. Это очень хорошо, ну разве что чуть-чуть, может быть, прикрывая, ну как бы через ресницы. Все равно, чтобы не обжечь. Ну вот солнце, то есть тучи, естественный фильтр, видите, даже оно круглое, видно прямо, его можно рассмотреть. Не настолько оно светит, хотя вот замечательно. И вот оно сейчас скрывается, но все равно этот свет начнет пробиваться. И мы, друзья мои, дышим. Дышим солнцем, помогаем себе дыханием, впускаем солнце через левый глаз. Проходим прямо. Вдох должен быть длинным, но не напряженным. Опускаем через глаз, пропускаем прямо по левой стороне рука, плечо, потом левый бок, левая нога, опускаем до стопы, поднимаем вниз, поднимаем в пах, потом опускаем в правую ногу, поднимаем по правой ноге, по правому бедру, по боку, правая рука. Все это на одном вдохе, а выдох делаем через правый глаз. Ну вот сейчас солнце скрылось, но вот это солнце, которое я вобрал в себя, выпускаю через правый глаз. Вот, в принципе, на одном вдохе это сделать достаточно легко. Вот оно опять, солнце мы видим, пробивается его краешек. Очень удобно созерцать его через облака. Такие вот. Это дает еще определенный такой фильтр. То есть вы не только стихия солнца, но и стихия воды. И стихия воды воздушная. То есть вот здесь еще участвуют, видите, и облака, и ветер. И все это вы пропускаете через себя, и это дает изумительный эффект. И воспользоваться вот такими мгновениями, когда природа дает вам этот универсальный исцеляющий механизм. Вдох через левый глаз, пропускаем по всему телу, и выдох через правый глаз. Просто дышим, можем дышать с намерением, собирая, наполняя энергией, и выдыхая из своего тела все то, что вам не нужно. Промывая солнечным светом, промывая свежестью вот этих вот облаков, промывая свежестью весеннего ветра. Все это в сумме дает очень удивительный эффект. Но скажите, через левый глаз. Замечательно. То есть мы прокачиваем сторону души, как бы левостороннее осознание. Но для гармонии можно попробовать сделать это и через правый. Вдох через правый глаз. И опять же прогоняем энергию по всему правому боку, по ноге. Поднимаем по левой ноге и выдыхаем через левый глаз. Ощущение совершенно другое. Этим мы прокачиваем сторону разума. В принципе нужно делать чередуя. Даже не в смысле там один вдох такой, другой такой. Хотя можно и так. Один вдох вы делаете через левый глаз, выдох через правый, потом вдох через правый, выдох через левый. Вот это вот дыхание. Дыхание солнца. Легко, без напряжения может делать любой человек в любом физическом состоянии. Дыхание здесь только помогает как бы зацепить, почувствовать эту волну. Можно это сделать и без дыхания абсолютно. Но тогда теряется некая ритмика. Поэтому дыхание, привязываться к нему не стоит, но лучше делать вместе с ним. Вдох и выдох. Легко. Прямо уже чувствуете, да, вот этот вот солнце можно чувствовать и через тучи. Даже несмотря на то, что здесь можно прямо широко открытыми глазами смотреть, и вы знаете, где она находится. Там, в этом месте ваша энергия солнца. Ваша сила. Ну, тут, друзья мои, еще очень важный момент. Очень многие люди страдают заболеваниями, онкологическими заболеваниями. И часто даже не рекомендуется, ну, к примеру, людям с онкологией находиться на солнце. Потому что солнце как бы напитывает и, может быть, даст, дает излишний рост вот этим опухолям. Но здесь, если вы... О, солнышко, смотрите, какое оно красивое и круглое. Если мы именно знаете, где у вас находится вот эта опухоль, мы вдыхаем через левый глаз и направляем эту энергию сразу к тому месту, где у вас находится ваше больное место. Часто вы можете, поначалу вы не чувствуете, где это, может быть, физически у вас возникает боль, распирание. Но когда вы начинаете дышать, у вас даже возникает образ. Вот, да, вот этой вот некой такой кляксы с такими корнями, куда еще эта опухоль пускает свои корни. Поэтому вдох, наполняем опухоль этой энергией солнца, но обязательно внутри себя вот этот эффект разрушения. То есть вы наполняете опухоль не солнцем в качестве, как бы, роста силы, а как выжигающей эманацией. Направляете прямо, даже начинает болеть, да, вот это место начинает болеть, начинает жечь. Задержка дыхания вот здесь вот, вот это солнце держите, насколько это можно, а потом выдыхаем через правый глаз. И так и дышим. Дышим прямо вот, направляем солнце, вот это его жесткое гамма-излучение, жесткое жжение направляем именно в район опухоли. Вот видите, солнце как раз вышло, чтобы помогать нам. Ну, у меня, слава богу, нету этого, но я сейчас просто прокачиваю себе. А вы смотрите, не упускайте никогда случаи, когда посмотреть на солнце ежедневно, не замыкайтесь себе. Дышим и сжигаем, прямо сжигаем вот эти корни, чувствуем их. Ежедневно надо работать с этим. Кроме того, что отключаться от эгрегора, онкологии, вы должны различными образом влиять, влиять, уменьшать и сжигать. Вот видите, солнце дало нам знак, что мы с вами на правильном пути. Начало светить ярко и уже прямым открытым глазом, глазом тяжело смотреть. Поэтому прикрываем глаза, прямо вот чуть-чуть только, чтобы, еле-еле, чтобы не обжечь глаза, не обжечь роговицу. И вдох, и выдох. Левым глазом, глазом души вдыхаем. Через правый выдыхаем. Какие-то болезни, воспалительные болезни не стоит, наверное, промывать солнцем. Хотя тоже можно сжигать вот некие аспекты, если вы умеете концентрироваться именно на аспекте того, там, каких-то бактериальных, вирусных инфекций. Вот именно нужно намерение, чтобы не повредить. Для этого нужно вдох, и внутри вас должно быть намерение сформулированное, как вы дышите. Но в смысле онкологии очень важно. Очень важно вот ежедневная такая работа. Если у вас есть возможность посмотреть на солнце, почувствовать его, подышать, даже уж если вы не ходите, все равно дышите на любом, на любом, любая стадия, даже если уж прям совсем, совсем беда, совсем готовитесь перейти в другой мир, переходите в него здоровым. Не на уровне болезни, а на уровне здоровья. Вдох, собираем, выдыхаем. Собираем, выдыхаем. Для людей продвинутых, даже те, кто родственники, чьи страдают от заболеваний, и сами не могут, не верят, не хотят, вообще нету сил. Можно пробовать дышать для них, дышать за них. В таком случае, как бы, ну, немножко опасно, если вы надеваете фантом этого человека на себя. Да, вот надеваете фантом, вы в чем-то можете подхватить какую-то эту инфекцию. Понятно. Но бывает, что людям все равно так обидно за своих родственников, и если вы работаете энергией, вы потом себя продышите и уберете это. Но вот одеваете фантом и дышите за этого, за этого родственника, который страдает. Не самое лучшее, да, вы как бы пытаетесь за него решить его опыт. Но, знаете, моменты страдания, подчас, возможно, это ваш опыт, помочь. Каждый решает сам. Вдох и выдох. Дыхание солнцем. Хорошо, драгоценные мои друзья. Вот небольшой опыт, но очень важный в жизни. Умение пользоваться той силой, которую нам дает природа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...